Привет! Сегодня я хочу продолжать на тему, которую начали на последний фильм. Там мы поговорили, как было откровение, как вопрос может помогать нам делать лучшие импровизации и будет позволять нам более глубокое объяснение и возможности использовать язык. Сегодня я хотел показывать простой пример, как он работает. Давай мы скажем так, мы просто поставим фотограф. Например, вот. Но здесь мы видим что-то и надо понять в первую очередь, что кому мы поговорим, они в принципе не понимают, о котором мы говорим, кто это человек и так далее. Поэтому вопрос, который мы могли поставить, это касается, как любой разумный человек будет желание, чтобы знать, что случилось. Поэтому, смотри на этот фотограф, что в первую очередь? Ну, по-моему, мы могли сказать, кто это, правда? Но второй, может быть, мы желаем знать, где находится. Третий вопрос. Что она делает? Правда? Ну, это мы могли называть базовую информацию. Ну, давай сейчас мы ответим на этот вопрос. Это Аня. Она моя дочь. Она 12 лет. Она очень красивая. Окей, хорошо. Следующая. Где находится? Она в магазине. Она в Пинске. Она перед зеркалом. Следующий вопрос. Она покупает новые одежды, новые кортки и зимние одежды. Ну, конечно, она делает селфи. И то есть, смотри. Вместо, что кто в этой картине, и ответ простой, это Аня, сразу у нас есть более практика и совсем больше возможностей использовать английский язык. И всё это просто потому, что мы отдали несколько простых вопросов. Примерно это как у нас будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА